Быть или не быть дублёру Щёлковского шоссе. Если быть, то где предложение жителей, выслушивает представители общественных палат Ивантиевки и Московской области, а также Главного управления социальных коммуникаций. Сегодня в городской библиотеке обсуждают будущее транспортных потоков восточного направления. Я считаю, что строить дублёр Щёлковского шоссе нужно срочно. Это нужно было делать ещё лет 10 назад, но, слава богу, хоть это сейчас начинает реализовываться. Дублёр обязательно делать надо, но смотря какой ценой. То есть цена Лосиного острова многих, конечно же, не устроит. И цена, скажем, вопроса переселения и так далее, мы сталкивались с этим, мы прекрасно знаем, к чему это приходит, каких денег это стоит. Мировой показатель показывает, что во многих странах делают дублёры на имеющейся территории. Сама дорога МКАД проходит через Лосиный остров. На публичных слушаниях в Ивантеевке звучат несколько предложений. Практически все сходятся в одном. Ивантеевка задыхается от транзитных потоков, идущих в Щёлково и Фрязино. Значит, дублёр нужен, где он будет пролегать – через жилую застройку или по самому краю Лосиного острова. В этом случае будет отрезан участок по краю в 120 гектаров, а взамен будет предоставлена площадь в несколько десятков раз превосходящая – 2000 гектаров. В этом случае предполагается обустройство восьми полос общей длиной – 19 километров. Я считаю огромным плюсом, что Московская область предлагает передать парку Лосиный остров два лесничества. Что это нам даёт? То есть, эти лесничества уже не смогут ни застроить, ни в какой-то другой статус перевести. То есть, это будут гарантированные лесопарковые зоны. Это как раз территория Балашихи, там, где уже очень большая застройка. И если ещё вот эти вот клочки зелёные, не дай бог, там перейдут в какой-то другой статус, это, конечно, будет ужасно. А здесь это природоохранная зона будет, она уже неприкосновенна. Вот лично моё мнение по дублёру, конечно же, он нужен. Содыхается Щёлковское шоссе. Конечно же, мы чувствуем транзитный поток щёлковцев через наш город. Моё мнение, что строить его нужно. По итогам слушания мнение разделилось. Большинство, 98%, у нас было за. Все мнения, озвученные жителями на слушаниях, отражены в протоколе, направленном в Главное управление социальных коммуникаций Московской области. Именно здесь и будет аккумулироваться общественное мнение жителей, касающиеся ситуации со строительством дублёра Щёлковского шоссе.